В адвокатуре Мордовии снова задержание. На этот раз под пристальное внимание силовиков попал адвокат адвокатского кабинета адвокатской палаты Мордовии Александр Чекушкин. 65-летний юрист погорел на 30 тысячах рублей. Предварительным следствием Чекушкину инкриминируется то, что он, являясь адвокатом и осуществляя в ходе дознания защиту прав и законных интересов гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, решил обманным путем похитить денежные средства своего подзащитного. Часть статьи, которую инкриминирует его подзащитному, относится к категории нетяжких, предполагая, что подсудимому могут назначить наказание, не связанное с лишением свободы. И учитывая, что услуги юриста оплачивало государство, Чекушкин решил залезть в карман к подзащитному. В беседе со своим клиентом адвокат рассказал, что работает давно и у него сложились очень хорошие отношения с судьями Розаевского суда, где, собственно, и будет проходить процесс. За благодарность в размере 30 тысяч рублей Чекушкин пообещал договориться со служителями Фемиды о назначении своему подзащитному наказанию в виде штрафа. Но клиент оказался не глупый и понимал, что это все фикция. О коммерческом предложении своего адвоката он рассказал сотрудникам регионального ОФСБ. Согласившись на участие в оперативном эксперименте 15 ноября под наблюдением чекистов, он передал адвокату мечные купюры прямо у стен здания районного суда. Как только деньги оказались в руках Чекушкина, его задержали. 15 ноября 2021 года Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия в отношении Чекушкина по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный Чекушкин вину в совершении указанного преступления признал полностью. Никаких реальных рычагов воздействия на суд, кроме как официального участия в судебном заседании в качестве защитника, у Чекушкина не было. Поэтому оказавшиеся в его руках деньги следствие квалифицировали не как взятку или посредничество в ней, а мошенничество. Свою вину юрист со стажем признал, но возражал против домашнего ареста, о котором ходатайствовал следователь СК. Впрочем, суд встал на сторону инициатора меры пресечения, и если постановление вступит в законную силу новогодние и рождественские каникулы, Чекушкин встретит дома, без права с кем-либо общаться.